Когда причастие совершается, знаете, ну, столько воззрения на причастие есть, столько всяких представлений о преподавании от причастия, что порой, ну, в цирках, не разно бывает, в цирках, и порой, на самом деле, люди делают, как бы, как это назвать, правильная традиция. Я с Киевом делился тоже в Киеве, в Киеве, в Львове, делился этим. Одно из откровений, которое пережил я в Львове, вот в эти дни, до того, как вернулся в Киев, это было откровение очень простое, но для меня вообще значимое было. Помните, парка пишет, что мы должны рассуждать о теле Господнем, и он пишет, одного из вас многие немощные и немало умирают, да? Я, как бы, эти слова слышал в разных собраниях и в разных интерпретациях, в разных рукованиях, но во Львове, вот там, молясь, у меня было откровение этим словам, что здесь имеется в виду не то, что люди, мы обычно представляем себе, знаете ли, не то, что эти змеи, вот эти злые началости, возможно, пытаются нам нашатать, знаете ли, что вот Бог злой такой, вот потому что ты не рассуждаешь правильно, вот поэтому, значит, ты вот и немощной, и умирают немало среди верующих, а, понимаете ли, избавившись от этих змей, нашел будущих такую гадость, я понял такую вещь, что здесь дело совершенно в другом, что из-за того, что люди не рассуждают об этой благодати, понимаете ли, люди потому немощные и умирают, что не рассуждают об этом. То есть, Бог дает шанс всем немощным исцелиться, всем даже смертельно больным быть здоровыми, Он дает шанс людям начать новую жизнь счастливую, а многие люди, просто не рассуждая об этом, понимаете ли, лишаются такого дара, лишаются такого благословения, то есть, не как именно Бог наказывающий, да, а именно как именно люди, не принимающие от обилий благодати. Господь, спасибо! Спасибо тебе за дар жизни, за тело и кровь твои, спасибо за благодать, за то, что ты действительно в нас, верующих, и ты совершаешь чудо, Боже, благодарю тебя за то, что пусть сегодня это будет наше размышление, друзья. Я прошу Бога сейчас об этом. Господь, прошу тебя о том, чтобы сегодня мы рассуждали о теле Твоем. Именно евангельское, именно библейское рассуждали, не просто от себя что-то вымышляли, или думали как-то на свой манер каждый, о чем хочет, о чем желает, хочет. А о евангельских помыслили, о даре праведности, через кровь святую, о том, что сегодня мы благодатью спасены, и это не от нас, это Твой Божий дар. О том, что действительно мы примирились с Тобою, Бог наш, на кресте Толбовском. Принимая участие, мы благодарим Тебя, Господь, за спасение через кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Благодарим Тебя за дар праведности во Христе Иисусе, за жизнь лично. Спасибо, Господь. Благодарим Теби. Боже наш, благослови нас. Благослови. Давайте помолимся вместе. И помолимся словами. Господь, Ты говорим в Слове Своем, я повторяю Твои слова, которые Ты произнес на Твоей вечере, когда совершил этот Новый Завет, когда еще накануне Твоих страданий, еще до того, как Твоя кровь реально пролилась из тела Твоего, Ты был избит, унижен, оскорблен, Ты был просто пригвожден, и, истекая кровью, Ты умер мученической смертью. Но до последнего Ты не проклинал никого, Ты благословлял, и Ты прощал. Даже на Кресте Ты по-прежнему нес мир, нес прощение. И Ты сказал на Кресте, совершилось. Совершилось искупление рода человеческого. Ты сказал на Кресте, что действительно Ты жаждешь, и Ты вкусил за нас вот этого отста, вот этого уксуса. Ты вкусил эту горечь, и в действительности Ты освободил нас, Боже. И, наверное, действительно для Тебя самое несчастье видеть детей Своих, неходящих в истинь. Но великое счастье для Тебя, как для родителя, видеть детей Своих, неходящих в истинь. Великое счастье. Боже, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что узы наши ослабели, пали, оковы, двери распахнулись. И спасибо, что Ты призываешь нас выйти на свободу. И мы выходим. Аминь. 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 Мы выходим на свободу. Все. Темница, тюрьма, не наш дом родной. Наш дом родной свобода. Наш дом родной свобода. Наш дом родной небеса. Наш дом родной сам Отец Небесный. И по ветерам вдыхаем на полную грунту. Аминь. Не то, что через морочку доносится или... Как говорят, вот немного залетело свеже, можно в темницу. Ох, Ох, Мамеева. Ох, спасибо, Господь. Да, ты близко. А Он-то хочет, чтобы действительно, чтобы мы были на свободе. Не просто вдыхали по чуть-чуть через раз дыши. А нет, а чтобы вдышали там, на свободе. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя, милостивый Бог и Царь. Ты сказал, примите. Ешьте это Мое тело, которое за Вас полнится в оставление грехов. Аминь. И, взяв чашу, Он сказал, пейте из них все, ибо это есть кровь Твоя. Нового завета, который проливается за Вас в оставление грехов. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Приложил Духом Святым, Ты, Господь, совершаешь Таинство сегодня. И мы, служители алтаря, мы благодарим Тебя, что на небесах совершаете Таинство. Спасибо. 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 И, взяв чашу, Он сказал, что на небесах совершаете Таинство. Аллилуйя, слава тебе Господь, слава тебе Господь за кровь. За головку, за кровь, мы тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твое. За головку, за кровь, мы тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. За головку, за кровь, мы тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. И принимаем причастие во исцеление души и телу. Как мне нравится, как говорят в храмах, во исцеление души и телу. Действительно, потому что мы благодарим, что сыны и исцелены. И это не наше, это не наше усилие, это не то, что мы заплатили, это Божий дар во Христе Иисусе. И через кровь Иисуса Христа я всегда хочу об этом размышлять, рассуждать о теле Христа. Аминь. Именно так. Имам Иисуса Христа. Парамошцы. Аминь. Парамошцы, да. Так это конец. Да, уже не победят. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Матушка. Парамошца. Аллилуйя. Слава Богу. Как можно не любить такого Божа? Как можно не славить такого Божа? Я в тебе налюбитый, Боже, ты миленький. Да, Боже, я миленький. Аминь. Иногда слов не хватает. Аминь. Вы разочистите благо. Аминь. Аминь. Да. Спаса, правда, благослови. А я думаю, я в тебе. Да, уже вся вечная. Йиште. Радуй, понимай, все вечное. Радуй, понимай, да. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Так что правильно Библию читать глазами любви. Да. Чтобы все понять правильно. Потому что глазами депрессии, глазами страха Библия, она закрывается. Знаете, как вот цветок, да. Вот нету солнышка, да, пасмурное или вообще даже как бы и закрывается цветочек. Солнце пришло и раскрывается цветок. И вот слово Божие, оно раскрывается, когда вот действительно любит человек Бога и окружающих и глазами любви читает это слово. То слово, оно для него раскрывается всегда. А так оно, ну, цветок и цветок, как бы, да. Оно, как бы, по-сому интересно тоже, но люди порой из библии такого находят, что, как из любой другой литературы вообще-то. Аминь, аминь, аминь.